Вернувшись на ночлег к Семену, я застал хозяина на террасе, на той же резной табуреточке, ведущем неторопливый разговор с сидящим в мотином креслице Дмитрием Илларионовичем. — Добрый вечер, Алексей! Знакомься со своим новым соседом по гостинице! — добродушно приветствовал меня Семен. — Да мы уже знакомы, Семен Евграфович, имели удовольствие общаться сегодня. Присаживайтесь, Алексей. Я присел на услужливо подставленный мне радушный Ниной стул. — Мы сейчас, Алексей, про шаровые молнии разговаривали с Семеном Евграфовичем. Дмитрий Илларионович повернулся, чтобы лучше видеть меня. Семен Евграфович считает их чуть ли не живыми существами, и, возможно, он недалек от истины, так как природа их до сих пор наукой не объяснена. — Ну вот, к примеру, Дмитрий Иларионович, — заговорил Семен. — Был у меня такой случай в молодости с этой самой шаровой молнией. Пошел я раз на охоту по осени. Проходил полдня впустую, брел потихоньку домой. Пасмурно было, морось в воздухе висела мелкая, холодало. Вышел я как раз на луга, за гребенкиным оврагом, и шел в сторону дома. Глядь, а по полю, в метрах в ста от меня, яркий бело-желтый шар катится по воздуху. В метре над землей, мягко так, поныривая, как на невысокой волне. Размером, думаю, с колесо УАЗика будет. И катится этот шар параллельно моему ходу. Чуть быстрее, чем я сам иду. Остановился я. Встал глядеть на него. Он тоже встал. И кольни меня тут шальная мыслишка. Достану я этот шарик жаканом с ружьишка-то моего. Или нет? Уже было, и ружье с плеча стянул. Смотрю. А шар вроде как краснеет стал. Совсем как солнце иногда на закате. И в мою сторону пополз. Ну, думаю, что-то тут не то. Ружьишка обратно на плечо одел. Перекрестился и отче наш начал читать. Шар остановился. Посветлел опять. Потом быстренько так покатился к середине поля, где дуб двухсотлетний стоял. Могучий такой. Подкатился он к дубу и, как бахнет, у меня за триста метров оттуда аж уши заложило. Полыхнул дуб, как пересушенный стожок жарким летом. Минут через двадцать только угольки дотлевали. Подумал я тогда. А, ну, как стрельнул бы я. Испугался. Что греха таить. Вот с тех пор я к этим шарикам огненным с большой опаской и отношусь. Прямо ведь как будто мысли мои он тогда прочитал. Как вот это объяснить? Так, наверное, и объяснить, что прочитал. Добрый всем вечер. Невысокий загорелый парень в военной рубашке без погон, в военных же брюках и ботинках взошел на терраску. — Игорь Сергеевич, приветствую вас. Рад вас видеть. — обнял его Дмитрий Ларионович. — Здравствуй, Игорек. Что давно не был? — протянул ему руку Семен. На учения летали. Молодых натаскивали. Слава богу, хоть сегодня вырвался. Игорь повернулся ко мне. Протянул руку. — Игорь, будем знакомы. — Очень приятно. Алексей, а вы военный летчик? — Летчик. Капитан ВВС. — А почему вы так про молнии сказали? Вы, наверное, что-то знаете про них? — Не то чтобы знаю, просто личный опыт имел. Собственно, через тот опыт и в бога уверовал. — Расскажите, Игорь, садитесь вот сюда. Дмитрий Ларионович указал Игорю на кресло, в котором только что сидел сам. — Что вы, Дмитрий Ларионович, ни в коем случае. Мне вот здесь, на табуретке, будет удобно. Игорь присел на невысокий табурет. — Расскажу. Это и вправду интересно. Было это три с небольшим года назад. Я только что в здешнюю часть перевелся. Обычный тренировочный полет. Высота полторы тысячи. Отрабатывали маневр. Вдруг из вентиляционного отверстия в кабину влетает шаровая молния размером с крупный апельсин. Облетает вокруг моей головы и зависает перед лицом. Что я тут успел передумать? Вся жизнь и в миг перед глазами пролетела. Четко понимаю, отлетался старлей. Сейчас полыхнет и все. И тут заклинание вспоминаю. Так я его тогда считал. — Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. У нас многие летчики в полку знали и в экстремальных ситуациях читали, говорили, помогала. Причем и верующие читали, и неверующие. Так вот, только я эту молитву произносить начал, шаровая тронулась, опять гермошлем вокруг облетела и нырь в то же отверстие, откуда появилась. Приземлился я, посидел в кабине и пошел у поваренных в столовой выяснять, где тут церковь поблизости. Так и попал сюда к батюшке. Вот и понимай, разумная шаровая молния или нет. Но молитву она точно понимает. — Игоречек, миленький, покушайте с дороги. Нина по-матерински ласково тронула плечо летчика. — Спаси Господи, Нина Петровна. Опоздал немножко. Причащаться завтра собираюсь, а уже первый час ночи. Да я, собственно, и не голоден. И то правда. Встал Семен. Засиделись малость. Пора опочивать. Сено на Семеновом чердаке с избытком хватило на троих. Дмитрий Илларионович уснул сразу. Летчик Игорь, поставив подсвечник на заменявшую ночной столик прялку, еще какое-то время дочитывал свои молитвы. Потом все стихло. Ночью я внезапно проснулся. Ощущение нависшей беды охватило меня всего. В мозгу зуммером звенела мысль. Ирине плохо. На сердце стало тягостно до боли. Грудь словно обручем вжимала внутрь. Я встал со своего сенного ложа, стараясь не будить никого, спустился на чердак и вышел за калитку. Ночь была дивная, тихая, теплая, с волнующими запахами трав и цветов из ниненного палисадника. Соловьи заливались безумными серенадами, трещали какие-то букашечки и жучки, пролетая, проухала сова. Мне было тяжко и трудно. Рука механически потянулась к чехлу мобильника на поясе. Чехла с мобильным телефоном не было. Тьфу! Он же в машине, в бардачке. Небось, разрядился уже. Я быстрым шагом отправился к церкви. Мобильник разряженный валялся в бардачке незапертой Нивы. В Москве бы так. Я присоединил телефон зарядным шнуром ко гнезду прикуривателя, включил, через 0-9 нашел и набрал номер круглосуточной справочной Ирининой больницы. Миронова. Ирина Витальевна. Одну минутку. Так, сегодня прооперировано. Операция прошла успешно. Температура в 21.00 была 38,1. Нормально для первого дня. Завтра с 11 до 12.30 можете поговорить с лечащим врачом. Спасибо вас, Господи. Большое спасибо. Дай Бог вам всего самого наилучшего. Пожалуйста, пожалуйста. Всего доброго. Я вздохнул и прислушался к себе. Тягостная тревога не ушла совсем, а сжалась, как бы заархивировалась и спряталась где-то в уголке под сердцем. Ну, ладно. Успокоил я сам себя. Вроде бы все в порядке. Завтра позвоню доктору и узнаю подробности. Хватит паниковать. Пошли спать. Уснул я почти сразу. И приснился мне сон. Вроде как я сплю и в то же время проснулся и просто лежу здесь же на сене между Игорем и Дмитрием Иларионовичем. И вдруг входит на чердак моя Иришка, моложавая, такая радостная, светится аж и присаживается около меня на корточке. Смотрит на меня с такой любовью, с такой нежностью, как в первый день свадьбы. Протягивает к моему лицу ладошку, касается моей щеки кончиками пальцев. А, я все вижу, но прикосновения не чувствую, хотя очень хочется эту ласку ее руки ощутить. Потом она встает, с такой же нежной улыбкой машет мне рукой и поворачивается уходить. А я хочу ее задержать, пытаюсь подняться, кричу, что есть силы. А сам, как онемелый и парализованный, ни шевельнуться, ни звука произнести не могу. И такое отчаяние охватывает меня, что сердце просто рвется на куски, боль нестерпимая. А Ирина уходит и растворяется на фоне окна. Я плачу от безысходности, скрижищу зубами от душевной муки и засыпаю. Проснувшись с первыми лучами солнца, я обнаружил, что помню этот сон до мельчайших подробностей. На дворе у колодца с веселым форчанием и паохиванием умывались по пояс обнажившиеся Игорь и Дмитрий Ларионович, поливавшие друг друга по очереди из ведра студенной колодезной водой. — Алексей, с добрым утром! Идите к нам ополоснуться! Чудо, что за водичка! — приветствовал меня Дмитрий Ларионович. — Спасибо, спасибо! Я еще не созрел для моржа! — откликнулся я. — Алексей! Вышедший на крыльцо Семен позвал меня. — Ты еще ничего с утра не кушал? Воды не пил? — Нет, не успел пока. — И хорошо, что не успел. Батюшка тебя велел натощак в алтарь привезти. — В алтарь? — В алтарь? — Зачем, не спрашивай, не знаю. Так батюшка благословил. — Пойдем пораньше, мне надо в алтаре лампады зажигать. Батюшка, небось, уже в алтаре, хотя опять до двух часов ночи исповедовал. И мы пошли в храм. По дороге, путаясь в своих мыслях, я пытался разобраться в происходящем. Клавиан велел меня привезти в алтарь. Почему? Ведь алтарь — это самое святое место храма. Я понимаю. Сереженька, тот чистый ангелочек. Или тот же Семен. Он хоть и нагрешил в молодости, зато уже много лет ведет жизнь благочестивую и праведную. А я-то только вчера на исповеди вылил на Флавиана всю канализацию, опоганенной грехами души, показал ему всю свою мерзость и... в алтарь. Хотя, должно быть, у Флавиана есть на это какие-то свои соображения. В общем, ему виднее. А тут еще сон этот... Надо будет про него спросить у Флавиана. Я не заметил, как мы подошли к церкви. Войдя в храм, я вслед за Семеном приложился к стоящей на центральном аналое иконе преподобного Сергия. Затем поднялся по ступенькам у правого клироса на солью и... Замер, не решаясь войти в оставленную для меня Семеном открытой невысокую дверь с изображенным на ней строгим архангелом. Видя мое трепетное замешательство, Флавиан, внезапно заполнивший собой весь дверной просвет своей могучей фигурой, в полном облачении взял меня за руку и, вводя в святой алтарь, негромко произнес... Раб Божий Алексий, внидет в дом твой поклониться ко храму святому твоему. Благослови его, Господи. Затем, повернувшись ко мне, сделай три земных поклона в сторону святого престола Алеша. Он указал на стоящий в центре алтаря, одетый в парчевое облачение, высокий кубообразный престол, состоящий на нем небольшой, высотой в локоть, золотой церковкой. Я трижды поклонился. Я хочу, Алеша, чтобы ты сегодня свою первую божественную литургию провел в алтаре. Стой вот в этом уголке, смотри, молись, не пытайся сразу понять головой все, что здесь будет происходить, потом разберешься и поймешь. Просто отключись от всего, что за этими стенами, общайся с Богом своим сердцем, проси Его обо всем, самым для тебя важным. В первую очередь, о преображении твоей души Духом Божиим в душу христианскую, могущую вместить в себя божественную любовь и нести ее в мир. Я молча встал в указанный мне простенок. В это время Семен заканчивал зажигать красивые разноцветные лампады настоящим сразу за престолом высоком бронзовом семисвечнике. Обтерев руки тряпицей, затем ополоснув их водою из висящего в противоположном от меня углу умывальника и тщательно вытерев их полотняным с вышивкой рушником, Семен взял со столика аккуратно сложенное облачение, повернув его кверху вышитым золотым крестом и подошел к Флавиану. Благослови, Владыко, во святый стихарь облещись. Семен, склонив кудлатую голову, протянул свое облачение к священнику. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Флавиан широким крестом осенев Семена, положил руку на край стихаря. Семен, благоговейно поцеловав руку Флавиана и крест на стихаре, ловко развернул его и надел на себя, сразу преобразившись в сверкающего витязя. Дверь отворилась, и в алтарь светлым лучиком скользнул Сереженька, легко положив поклоны к престолу, радостно обнявшись с громадиной Семена, также легонько, словно порхая, благословившись на облачение, стихарь и облачившись в него. Флавиан стоял в левом дальнем углу алтаря, уткнувшись животом в край такого же, как престол, кубообразного стола, тоже облаченного в расшитые крестами парчевые одежды. На этом столе, слева от Флавиана, высилась горка свежеиспеченных, пахнущих свежестью белого хлеба, просфор, который Флавиан брал по одной, маленьким, похожим на копье, ножичкам. Выкрашивал из них мелкие частички, настоящее перед ним золоченое блюдечко, одновременно прочитывая взглядом лежащие перед ним записки с именами живых и усопших. Затем вынутые просфоры складывались им в стоящую рядом на табурете плетеную корзину, изнутри обшитую чистой белой тканью. Ближняя ко мне боковая дверь алтаря отворилась, и в нее просунулась седая голова управлявшего хором старичка-регента. — Батюшка! — громким шепотом позвал он. — Благословите часы начинать, певчие в сборе. Флавиан перекрестился, вздохнул, набрал в легкие воздуха и громко возгласил. — Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. — Аминь! — откликнулся с клироса звонкий голосок Сереженьки. — Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Царю Небесный, утешителю души истины, завораживающим упругим ритмом, полетело по храму, переливающееся в взволнованное чтение пения, как-то легко и в то же время настойчиво мобилизующее внимание слушающих на молитву. В алтаре запахло ладаном. Это Семен поднес дымящийся кадила к Флавиану и в полупоклоне замер перед ним, держа кадила со снятой крышкой перед собою. — Флавиан брал какие-то предметы, крестообразно проводил ими над благоухающим кадильным дымом, затем ставил их перед собою, накрывал их и красивую золоченую чашу вышитыми парчевыми покрывальцами. Затем, взяв у Семена кадила, кадил все это, кланяясь и проговаривая в полголоса какие-то молитвы. Затем он, потянув за шнур, открыл завесу и также в полголоса, читая какую-то молитву, начал кадить с четырех сторон престол, затем покрытые им сосуды, светящуюся внутри стеклянную икону воскресения Христова, стоящую в кивоте у восточной стены. И все иконы в алтаре. Кадильный дым был терпким и сладким. В его аромате ощущались смолистые запахи восточных благовоний. Этот аромат навевал некое священное волнение, обращал мысли куда-то в древность, в глубины бытия. Задумавшись, я не заметил, как Флавиан вышел из алтаря. По звякиванию его кадила изредка доносилось из храма, робко пробиваясь сквозь звонко торжественное чтение Сереженьки на клиросе. Воспользовавшись тем, что Семен подошел к шкафчику рядом со мной и доставал оттуда какие-то большие черные, похожие на угольные таблетки, я тихонько спросил его. — Семен, а как называется вон тот второй стол, на котором сейчас сосуды покрывали? — Это жертвенник. К нему, как и к престолу, только священник и диакон прикасаться могут, так же, как и к сосудам, которые на нем стоят. На жертвеннике батюшка сейчас совершал проскомидию, по-гречески — приготовление. Приготовлял, значит, святые дары. Сейчас они еще не освященные, просто хлеб и вино. А когда батюшка их на престоле освятит, станут тело и кровь Христовы. Ради этого освящения, собственно, литургия и совершается. Ну и причащение этими святыми дарами христиан православных, тех, кто приготовился, конечно. В это время в алтарь вернулся Флавиан. Он покодил престол крестообразно со стороны царских врат и отдал кодила Семену, который с благоговейным поклоном принял его, поцеловав при этом руку Флавиана. Чтение на клиросе прекратилось. Сереженька незаметно проскользнул в алтарь и встал около Семена. Флавиан молча стоял перед святым престолом, опустив голову и закрыв глаза. Заметно было, что он сосредоточенно молился. Но вот он распрямился, глаза его блестели. Он воздел руки вверх, словно готовясь принять в них, рыбеющего спрыгнуть с высоты ребенка. И голосом, слегка прерывающимся от волнения, начал. «Царю небесный, приди и вселись вны, пусть не мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу твою». Затем, приподняв над престолом большое старинное Евангелие в чеканном позолоченном переплете, сотворил им в воздухе знамение Креста и возгласил «Благословенного Царству Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присну и во веки веков. «Аминь!» — прозвучало со стороны клироса. Дальше я рассказать не смогу. Передать то, что происходило во мне и вокруг меня, болтаре, во время божественной литургии теми словами, которыми я привык пользоваться, бессмысленно. Все равно, как рассказывать о симфонической музыке на языке глухонемых. Да, и надо ли. Это можно только пережить самому. Могу лишь сказать, что я понял, что такое небо, ибо я там побывал. Я слышал евангельский голос Бога, я чувствовал присутствие ангелов, я созерцал совершение бескровной жертвы священническими руками, я принял в себя тело и кровь распятого за мои грехи Христа. Сказать, что я был счастлив, ничего не сказать. Мне просто открыли двери в небо, и я побывал там. Когда Семен вывел меня из алтаря, чтобы я причастился вместе с другими причастниками, я был удивлен, что есть земной мир и еще какая-то жизнь. А причастившись, я вернулся в алтарь, и только когда, закончивший служение литургии, молебны и даже уже и панихиды, Флавиан разоблачался от священнических одежд, я начал осознавать, что все еще способен чувствовать в своем теле земное притяжение. Флавиан молчал, лишь иногда спокойно взглядывая в мою сторону. — Отец Флавиан, мне нечем тебя отблагодарить за то, что я получил сегодня. Просто я теперь все понял. Прости. Я не знаю, как это выразить по-другому. Слава Богу за все. — Слава Богу, Алеша, слава Богу. Мы тихонько вышли из алтаря. — Батюшка, мать Серафима зовет вас к столу. Все уже садятся. Сереженька лучился радостью и любовью. — Идем, именинничек наш, идем. Флавиан нежно взъерошил его вихры. — Отец Флавиан, а можно я не пойду за стол, посижу один в садике за храмом? — Ну, посиди, посиди, побудь один, я понимаю. Потом вместе чайку попьем. Я пошел в сад. В ту самую порезную беседочку среди жасмины и сирени, где я уже сидел недавно, хотя теперь мне казалось, что с того момента прошла уже не одна жизнь. Когда я садился в беседке на невысокую скамеечку, что-то в кармане вызвало неудобство. Я привстал, сунул в карман руку и вытащил мобильный телефон. Куда-то мне надо было позвонить. Я механически вызвал последний, соединявшийся со мной номер и поднес трубку к уху. — Справочная шестнадцатой больницы. Чем могу вам помочь? — Какая больница? Чем мне там могут помочь? Ничего не пойму. — Алло, алло. Вы на проводе? — Вас не слышно. — Что вас интересует? — Я разъединяюсь. — Подождите. Я вдруг все вспомнил. Я хотел узнать, как там Миронова из второй хирургии. — Миронова? Ирина Витальевна? А вы ей кто? Как кто? Муж. То есть бывший муж. То есть, в общем, у нее все равно других родственников нет. А что случилось? Одну минутку. Сейчас я соединю вас с заведующим реанимационным отделением. Ждите. Я тихонько присел, все еще не до конца въезжая в бурно ворвавшуюся ко мне мирскую жизнь. — Алло. Вы бывший муж Мироновой? Голос в трубке был до невероятности усталым. — Может, и хорошо, что бывший. Она фактически умерла. Как умерла? Что значит фактически? Что за чушь? Я звонил ночью. Все было нормально. Ночью и умерла. То есть формально она пока еще в коме, на аппаратах искусственных сердца и легких. Ей льют капельно все, что положено. Но не хочу вас обманывать. Надежды практически нет. Вопрос только во времени отключения аппаратов. Простите за резкость, но вы... Мужчина? К тому же бывший? А в чем причина? И я медленно начал осознавать происходящее. И откуда-то из-под сердца начала прорезаться вчерашняя ночная боль. Пока не ясно. Ответ может дать только вскрытие. Приблизительно около двух ночи в брюшной полости разошелся операционный шов. В результате внутреннее кровоизлияние и остановка сердца. Поздно заметили. В хирургическом отделении на три поста одна ночная сестра, и та скоро уйдет из-за этой долбанной зарплаты. Вот так. Можете подавать в суд. Имеете право. Лучше сразу на правительство. Простите. Я ненавижу вот так бессмысленно терять больных. Все. Остальное на месте. Приезжайте. Ни до, ни после того раза. Я никогда не ездил так отчаянно. Нет, я почти не создавал риска для других водителей, которых до самой Москвы мне встретилось не так уж и много. Но сам я серьезно рисковал вылететь юзом на каком-нибудь повороте, снести столб или сжечь двигатель. Это было неправильно, но в тот момент я об этом не думал. Меня гнало вперед необъяснимое ощущение, что если я успею... А куда? Или к чему? То все будет хорошо, и Ирина не умрет. Я не мог и не хотел объяснять себе происхождение этого чувства, но оно жгло меня изнутри, и я, вцепившись в баранку, почти стоял на педалях, выжимая невозможное из неприспособленной к таким гонкам Нивы. Сердце подстать мотору лихорадочно колотилось в моей груди, выталкивая вместе с каждой порцией горячечной крови. «Отчаянное Господи! Господи! Господи!» Примерно через полчаса, когда голова начала приходить хоть в какое-то мыслящее состояние, этот неистовый призыв трансформировался уже в какую-то осмысленную речь. «Господи, помоги! Господи, помилуй! Господи, спаси Ирину! Господи, не оставь меня! Господи, не обмани меня! Господи, я верю в Тебя! Господи, Ты все можешь! Господи, сотвори чудо! Господи, спаси Ирину! Господи, возьми мою жизнь! Господи, отдай ее Ирине! Господи, Ты ведь любишь нас! Господи, не отнимай ее у меня! Господи, я виноват перед ней! Господи, дай мне искупить мою вину! Господи, я хочу сделать ее счастливой! Господи, верни мне ее! Господи, исцели ее! Господи, оживи ее! Господи, спаси ее! Господи, я люблю ее! Господи, Господи, Господи! Господи!» Повторяясь многократно, эти отчаянные призывы не прекращались до самого конца той безумной гонки. Более того, я не только не уставал произносить почти кричать их, но, напротив, они становились все горячее и сильнее. Все мое существо словно бы превратилось в это неистовое движение и неумолкающий крик «Господи!». Казалось, никакие преграды не способны остановить меня. Остановил меня открытый канализационный люк. Ровно за один квартал до Ирининой больницы. Торчащие из него ветки с привязанным к ним обрывком красной тряпочки я в горячке не углядел. К счастью, он был сразу за поворотом, и скорость, на которой я влетел в него правым передним колесом, вряд ли достигла больше шестидесяти километров в час. Впрочем, ее хватило, чтобы я от удара об руль и лобовое стекло потерял сознание, вышиб при этом водительскую дверь и вылетев на асфальт. Однако без сознания я был недолго, наверное, меньше минуты, так как вокруг меня успело собраться не более десятка человек. Очнувшись, я тут же вскочил на ноги и, оттолкнув преграждающих мне путь зевак, кинулся бежать к видневшемуся невдалеке грязно-белому корпусу больницы. Уже на бегу повторяя свое отчаянное «Господи! Господи! Господи! Господи!» С лихорадочной ясностью, работающего в форсированном режиме ума, я мгновенно разобрался на схеме вестибюля больницы, где находятся реанимационные отделения, и, спотыкаясь на истертых лестничных ступеньках, мигом влетел на третий этаж, не обращая внимания на несущийся мне вслед истошное «Туда нельзя! Что вы делаете?» Едва не выбив дверь в реанимационное отделение своим ободранным об асфальт плечом, я ввалился туда и, сразу же наткнувшись на невысокого средних лет мужчину в зеленом хирургическом костюме под распахнутым белым халатом, шедшего мне навстречу с какими-то бумагами в руке, задыхаясь, выпалил «Ради Христа! Не отключайте Миронову от аппаратов!» Уже отключили. Я омертвел. Ноги предательски похолодели и обессилели. Мне гигантским усилием воли удалось не упасть, я оперся рукой о стену. «Вы ее бывший муж? Это я разговаривал с вами по телефону. Консилиум врачей принял решение о прекращении искусственного поддержания функций жизнедеятельности организма ввиду полной безнадежности реанимирования пациента. Спасти ее было невозможно. Искренне сожалею. Что с вами произошло? Вы нуждаетесь в помощи. Пойдемте со мной в перевязочную». Я тупо уставился на него. «Спаси вас, Господи! Где она?» «В морге? Сейчас патологоанатом должен производить вскрытие. Мне нужно ее видеть! Сейчас! Это возможно!» «Пойдемте, я провожу вас». По другой лестнице мы спустились вниз. Вышли во двор. «Видите, вон там, в углу двора одноэтажное строение. Это морг. Там у входа есть скамейка. Посидите на ней, пока закончится вскрытие. Потом вам разрешат увидеть вашу жену. Простите, бывшую». «Врачебный юмор. Он несколько дней к месту. Подождите. Откуда вы знаете, что меня зовут Алексей?» «Присядьте. Я тоже присяду». «Женщина снова перекрестилась. Или я сошла с ума, или есть Бог. Бог есть. Я это знаю. Что произошло?» «Молодой человек, я двадцать восемь лет работаю в этом морге. И только что я в первый раз увидела ожившего покойника. Не успел, Михаил Иванович, сделать надрез, как ваша Миронова глубоко вздохнула, открыла глаза и говорит. «Доктор, не надо меня резать. Позовите Алешу. Он идет сюда. И укройте меня, пожалуйста. Мне холодно и стыдно быть голой. Вот так. Господи, помилуй». И она опять перекрестилась. Я вошел, точнее, вскочил в морг, лишь на полминуты опередив ворвавшуюся вслед за мной бригаду врачей. Было ощущение, что сюда сбежалось полбольницы. Та коребила от белых халатов. На моих глазах, завернутую в какие-то простыни слабо улыбающуюся Ирину, перекладывали со стола на носилки. Прилаживали ей под локоть какую-то капельницу, подсовывали что-то ей под голову и все говорили-говорили, возбужденные, словно на иностранном языке. Когда ее проносили мимо меня по коридору, я умудрился воткнуться между белых халатниками и дотронуться до Ирининой, чуть теплой, слабо вздрагивающей ладошки. Мы встретились глазами. «Ира, я люблю тебя! Бог услышал меня!» Она тихо улыбнулась. По ее глазам я понял, что она знает это. И, наверное, многое другое, чего не знаю пока я. И еще я понял, что она тоже любит меня. Меня оттолкнули. Около центрального входа в больницу я увидел вылезающего из фиолетовой девятки Флавиана. Он был в епитрахиле и поручах. На груди у него висела расшитая бисером парчевая сумочка размером с ладонь. «Ну ты и ездок, брат Алексей! Мы с Игорем выехали всего через двадцать минут после тебя. Да на девятке. Да и сам Игорь, тот еще шумахер. Летчик, он ведь и в машине летчик. Думали, догоним тебя за ком. А ты вон как выдал. За машину свою не беспокойся. Ее сейчас Миша, младшенький Семенов, в одной из своих мастерских на эвакуаторе везет. У Миши три авторемонтные мастерские в Москве. Со всякими там мойками, шиномонтажками и запчастями. Сделает твою машинку в лучшем виде. Про Ирину я уже все знаю. Всю дорогу с Николаем Сергеевичем, главным хирургом больницы по мобильнику, связь держал. Он сейчас тоже около нее должен быть. Велела ждать нам с тобой в вестибюле. Как только можно будет, пойдем к ней, причастим. Я вот, он показал на сумочку на груди, святые дары с собой взял. Он с радостными искорками в глазах посмотрел на меня, по-детски, счастливо улыбнулся, потряс своими мощными ручищами за плечи. Лешка, Лешка, да чего ж дивные дела, Господни! Ты представляешь себе, как у врачей сейчас головы трещат? Как из них научный атеизм с диалектическим материализмом вылетают? Это ведь не для тебя одного, Господь, чудо Иришкиного воскресения сотворил, а для всех, кто с ним сейчас столкнулся. Слава вышних Богу и на земле мир, в человец их благоволение. Слава Господу за все! — Батюшка, отпусти плечи-ка! — скорчившись от боли, простонал я. — Ой, прости, Лешенька, Христа ради прости! Я и не углядел, что у тебя плечо разбито. Давай-ка попросим врачей тебя обработать. Лицо Флавиана исказилось искренним состраданием. — Подожди, батюшка, попозже, давай присядем. Что-то я приустал маленько. Флавиан, поддерживая под локти, ввел меня в прохладный вестибюль. Мы опустились на широченный дермантиновый диван. Я откинулся на спинку. Немногие посетители пугливо оглядывались на нас. — Батюшка, это ведь правда чудо. Ира ведь вправду была мертва. Чудо, Леша, истинное чудо. Ты сам видел, как врачи возволновались. Значит, было отчего. А ты раньше с таким сталкивался? Лично нет. Хотя читал про такие случаи много. Да с одним близким приятелем, отцом Игнатием, из Демьянкина, подобное было. А что с ним было? Ну, с ним вообще необычный случай приключился. Еще до настоятельства в Демьянкино служил он на окраине Ка в Погорельцеве, в церкви Вознесения Господня, как раз между больницей и кладбищем. Там даже местная шутка есть. Способ излечения в Погорельце прост. Из больницы в церкву, оттуда на погост. Жил отец Игнатий в церковном домике, внутри ограды, в соседних комнатках со сторожем. И вот как-то ночью стук в дверь. Обычно сторож идет смотреть, кто там. Если срочность до батюшки, тогда зовет его. Слышит отец Игнатий, бронит кого-то сторож. Подумал, может, нужно помочь? Вышел, видит. На крыльце стоит босой мужчина, лет сорока, в синеньком казенном халатике, в трениках, дранных с обвисшими коленями, небритый, словом, самого бомжового вида. Однако спиртным от него не пахнет. А уж конец октября на дворе. Холодно. Батюшка, скажите ему, чтоб завтра приходил. Сторож возмущенно ворчал. Ишь, исповедаться ему посреди ночи приспичило. Ты откуда, брат? Спросил отец Игнатий. Из морга, вон оттуда. Странный мужчина показал рукой на больничный забор. Меня Матерь Божия всего на два часа отпустила. Я седьмое мытарство не прошел. Сторож смотрит на него. А сам потихоньку отцу Игнатию пальцем у виска крутит, мол, чокнутый он. Но отец Игнатий, батюшка, был всегда небоязливый. Посмотрел на ночного гостя. Заходи, говорит. Исповедал его как следует, отпустил грехи, даже причастил запасными дарами. Проводил за дверь. Тот ушел в сторону больницы. А на следующий день пошел отец Игнатий в морг посмотреть, правду ли ночной гость сказал. Смотрит и вправду. Лежит его исповедник на столе, в том же наряде. А бабушка-уборщица ругает, почем зря. Все студенты, практиканты проклятучие развлекаются. Покойника в мой рабочий халат обредили. И в штаны, которыми я пол мыла, издеваются над бабкой беззащитной. Я встрепенулся. Отец Флавиан, это что же, моя Ирина сейчас опять умереть может? Ирина ваша. Здравствуйте, батюшка. Теперь сто лет проживет. Подошедший высокий пузатый доктор с красным лицом и седыми висками из-под зеленой хирургической шапочки поправил на картошкообразном носу крохотные золотые очки. Кроме понятной слабости, у нее все показатели. От давления до энцефалограммы. Хоть в космос посылай. Сердце, как у спортсмена. Это, отец Флавиан, уже ваша компетенция. Я этот случай комментировать никак не возьмусь. Иначе надо в попы уходить из главных хирургов. Мой диагноз. Только это неофициально, конечно, однозначно. Чудо. Вы бы видели ее швы после вчерашней операции. В две недели так не срастается. Можете дойти к ней. Она вполне способна к общению. Только не переутомляйте сразу. Хотя... Делайте, что знаете. Бог с вами. До свидания. И он, уверенный генеральской походкой, понес свое пузо с расходящимся на нем, накрахмаленным белоснежным халатом, в сторону служебного входа. До свидания, Николай Сергеевич. Пойдем, Алеша. Скорее, батюшка. Около палаты толпилось десятка-полтора медработников. Стоял тихий, но оживленный гомон. Увидев Флавиана, все расступились. Некоторые осеняли себя крестным знаменем. Сюда, батюшка. Проходите. Мы вошли в одноместную палату. Справа у стены, на широкой, с колесиками кровати, укрытая под самый подбородок одеялом и пледом, лежала так же тихо и счастливо улыбающаяся Ирина. Увидев меня, она выпростала из-под одеял чуть бледноватую руку и протянула ее ко мне тем же жестом, что тогда ночью на Семеновом чердаке. Я рухнул на колени у кровати. Зарылся головой в одеяло на ее груди и не в силах больше сдерживаться зарыдал, как ребенок. Флавиан деликатно отошел в угол и, отвернувшись от нас, присел у стола. А я плакал, плакал, обнимая самое дорогое для меня в этой земной жизни существо. Плакал о потерянных и в греховном болоте годах жизни, о украденной у Ирины и у самого себя любви, о наших загубленных нерожденных детях, обо всем том, что могло бы быть таким прекрасным в нашей с Ириной совместной жизни. И чего теперь уже никак не вернуть. Я плакал, а Ира гладила меня по голове, по слившимся всклоченным волосам, по бодранному вздрагивающему плечу и тихо шептала. — Лешенька, родной, Лешенька, милый. Постепенно я успокоился. — Леша, а ведь я видела тебя на чердаке, в сене, спящем. Рядом с тобой были два мужчины, молодой и постарше тебя. Знаешь, как там удивительно. Батюшка, подойдите, пожалуйста, вы тоже должны услышать. Флавиан переставил свой стул к изголовью кровати. Вчера, после операции, я пришла в себя ближе к вечеру. Вся нижняя часть тела ныла. Я позвала сестру, мне вкололи что-то, и я опять уснула. Проснулась я ночью, вижу себя лежащей на кровати с приоткрытым ртом и, кажется, недышащую. А сама я в то же время стою посреди палаты, ближе к окну, и мне так хорошо, хорошо. Ничего нигде не болит, легкость необыкновенная. Радость переполняет. И даже сознание того, что я, наверное, умерла, абсолютно не беспокоит. Только когда о тебе подумала, забеспокоилась, как же я теперь тебя увижу. И сразу же на том чердаке оказалось. Как все быстро произошло, я не успела и опомниться. Подошла к тебе, наклонилась. Захотелось прикоснуться к тебе. Мне даже показалось, что ты глаза открыл и меня увидел. А потом меня повлекло что-то, и я в церкви оказалась небольшой, но очень красивой какой-то. Подходит ко мне старичок в сверкающем священном облачении и говорит. Нет. Здравствуй, Ирина, раба Божия. А я спрашиваю его. Дедушка, вы священник? Вы тоже сегодня умерли? Нет. Улыбается. Давно уже. Да и не умер я. У Бога смерти нет. Ты же и сама теперь видишь. У Бога все живые. А что со мной теперь будет? Вы меня в рай отведете или в ад? Я ведь очень грешная. Нет. Опять улыбается. Рано тебе в рай. Надо тебе пожить еще. Грехи искупить. Муж вот твой за тебя ходатайствовал. Алеша, он разве тоже умер? Нет. Продолжает улыбаться. Не умер твой Алеша. Наоборот, ожил. К Богу обратился. За тебя молится. Дедушка, а что ж мне делать теперь? Теперь возвращаться. Да помнить о том, что у Бога смерти нет, а есть любовь неисчерпаемая. Иди, Ирина, раба Божия, доживи с Богом и с Алексием своим. Вон, он к тебе идет. И стал как бы растворяться. — Дедушка, — кричу, — а вас как зовут? — Сергий, — говорит. — Игумен. — Смотрю. А я во дворе больницы стою, около морга. Солнышко светит, а по дорожке ко мне ты, Алеша, идешь. А я голая стою совсем. Мне стыдно стало. Я нырь в дверь морга, в темноту. Открываю глаза, а надо мною доктор склонился с ножиком, большим таким, и в фартуке клеенчатым. — Доктор, — говорю, — не режьте меня, пожалуйста. Я живая. И вообще смерти нет. Укройте меня, пожалуйста. И Алешу позовите. Дальше ты сам знаешь. — Да. И еще дедушка Сергий велел, как в себя приду, исповедаться и причаститься. Я сказал, к тебе священника пришлю. Он вас попросил. — Да, батюшка? — Видно, так, Ирочка. А ты меня не узнаешь? — Нет, батюшка. — Ну, тогда ладно, потом поговорим. Давай дело сделаем сперва. Алеша, ты выйди пока и попроси у сестерки пяточка полкружечки. Прошел год. Моя фирма выстояла в бурях экономических разборок. Но я из нее ушел. Теперь работаю у Григория Семеновича, среднего сына Семена и Нины, в качестве руководителя отдела. Тоже коммерческого, конечно, но коллектив практически весь верующий. Во все церковные праздники выходной, а главное атмосфера на фирме очень доброжелательная. И платят мне, Григорий Семенович, существенно больше, чем на прежнем месте. Это, — говорит, — вам пособие за многодетность. А Ирочка моя не работает, сидит с детьми, их у нас пять. Все усыновленные из-за церкового детского дома. Степе пять лет, Леночке четыре с половиной, Машеньке три с половиной, Кирюше два и один месяц, Юлечке ровно год. Как мы их усыновляли, отдельная песня, но адвоката Лиду, духовное чадо отца Флавиана, я хотел бы иметь рядом и на страшном суде. Помогает Иришке с этой оравой мать Евлампия, монахиня, духовное чадо отца Флавиана, бывшая воспитательница детского сада. Справляются. Квартиры наши мы сменяли на съезд. Теперь у нас четырехкомнатная в Митино. Пока хватает. Дальше, как Бог даст. Венчал нас с Ириной, конечно, сам Флавиан в Покровском. Стол под руководством Нины можете себе представить. В Покровском у нас теперь свой дом. Марфа Андреевна умерла и, не имея родственников, свой дом завещала нам с Ирой по благословению отца Флавиана. Так что летом моя семья дышит свежим воздухом и детки причащаются каждое воскресенье. Ну, вот и все, наверное. Да, чуть не забыл. Я уже дважды чистил большое паникадило перед праздниками. Покровская. Август. 2003 год. Министерство. Продолжение следует.